привет всем вы на канале санита меня зовут настя бабич и сегодня поговорим о новых интригующих и неоднозначных новостях европе которые смогут вас удивить вы подписывайтесь на канал а я рассказываю начинаем сегодняшний выпуск начнем с неоднозначных новостей из германии министр здравоохранения карл лаутербах и министр сельского хозяйства джем осдемир предоставили пересмотренные планы по легализации марихуаны в этот раз они более реалистичные чем предыдущие итак в настоящее время не будет запланированных специализированных магазинов каннабиса где бы можно было продавать продукты на основе каннабиса хранение до 25 грамм будет оставаться безнаказанным домашнее выращивание ограничено тремя растениями которые должны быть защищены от молодежи и детей каннабис также можно выращивать в ассоциациях немецкая пресса высоко оценивает доводы правительства однако отмечают что данный проект все-таки не решает большинство проблем что же хочет немецкое правительство немецкое правительство хочет легализировать продажу марихуаны тем самым уменьшив ее продажу на черном рынке и увеличив доходы от ее продажи в казну страны также большой упор в данном проекте делается именно на защиту несовершеннолетних так как исследования показывают что несовершеннолетние могут серьезно пострадать если будут употреблять каннабис слишком рано также согласиях с 18 лет это не идеальное решение потому что как правило к этому возрасту далеко не все созрели психически немецкое правительство решила отойти от жестких методов регуляции тем более мы знаем что снабжать несовершеннолетних алкоголем наркотиками могут и более старшие люди поэтому немецкое правительство решила отойти от жестких мер регуляции такого запрета и создала данный пилотный проект на данный момент еще не понятно достаточно ли такого государственного предложения для того чтобы ликвидировать черный рынок также на данный момент абсолютно непонятно кто будет контролировать эти разрешенные 25 грамм конопли либо три выращиваемых растения потому что все мы понимаем что если это оставят на ответственность граждан то с наркотиками это вряд ли сработает если подводить первые итоги по этому проекту то эта модель вряд ли устранить черный рынок ведь от первоначальных планов по продаже лекарств только в лицензированных магазинах на данный момент ничего не осталось однако в любом случае планы такой легкой легализации избавят полицию и судебные органы от погони за потребителя на данный момент достаточно сложно сказать к чему может привести данный проект потому что с одной стороны есть употребление каннабиса в лекарственных целях как лекарство а с другой стороны есть каннабис как наркотик и неизвестно какие примеси могут в нем существовать напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете о данном пилотном проекте а мы сейчас поговорим о ситуации с украинским зерном больше тем временем в польше фермеры снова хотели заблокировать ввоз украинского зерна на территорию польши правоохранители польши предотвратили акцию протеста во время которого фермеры планировали заблокировать железнодорожную линию в грубеж обе именно по ней украинское зерно попадает на территории польши ранее фермерам пришлось отказаться от планов блокирования погран-перехода так как данная акция не была согласована руководители фермерских организаций не доверяют обещаниям остановить поток украинского зерна на территорию польши данная акция должна была продолжаться в течение 7 дней однако фермеры готовы были ее продлить однако данная акция так и не состоялась потому что помешали правоохранители к месту происшествия приехал десяток полицейских машин после чего к ним присоединились пограничники и сотрудники службы безопасности железной дороги напомню из-за чего вообще происходит весь этот сыр бор изначально украинское зерно должно было транспортироваться транзитом через территорию польши но по каким-то причинам украинское зерно начало оседать на территории польши что конечно же негативно повлияло на заработки польских фермеров и конечно же их можно понять потому что они планировали продать свою продукцию по определенным ценам на данный момент министр сельского хозяйства польши договорился с украинским коллегой николаем сольским о временном прекращении импорта зерна из украины ожидается что соответствующий документ будет подписан 14 апреля и пока в польше разбираются с украинским зерном поговорим об отмене решения для украинских беженцев и так бесплатный поезд для украинских беженцев из польского города пшемышль в немецкий город ганновер отменяют последний рейс состоится 14 апреля 23 года волонтеры на вокзале ганновера завершат свою деятельность данный поезд курсировал на средства немецкого правительства через день доехать можно было из пшемышля в ганновер с одной транзитной остановкой во франкфурте на одере течение года мы разные организации волонтеры как можно дольше пытались обеспечить бесплатную и регулярную эвакуацию тех кто действительно нуждается в помощи чтобы сбежать от войны ради безопасности именно это было важной целью к сожалению последний рейс из пшемышля состоится 14 апреля 23 года именно так пишут организаторы также отмечается что волонтеры на вокзале ганновер также завершат свою деятельность однако к ним можно будет обратиться за помощью на вокзале если вы приедете самостоятельно также волонтеры не исключают возможность того что курсирование данного поезда со временем может быть возобновлено от лица всех украинцев хочется сказать огромное спасибо всем волонтерам организациям немецкому правительству за организацию и реализацию такой помощи это действительно было важно и нужно спасибо огромное это вся информация которой я сегодня хотела бы поделиться с вами не забывайте подписываться на канал оставлять свои реакции и комментарии делитесь этим видео в своих социальных сетях и пока